Он дал нам способность Палестина перед приходом Спасителя Последние столетия перед Рождеством Христовым Палестина жила ожиданием пришествия обещанного Богом Спасителя Это время стало для иудейского народа настоящим духовным испытанием Проверяя свой народ на твердость веры Господь попускал иноземцам завоевывать обетованную землю Со времени освобождения евреев из Вавилонского плена Персы, греки, сирийцы и римляне Сменяя друг друга, брали власть над Палестиной В эти смутные времена Внимание народа обратилось к тому Что было незыблемо в веках К закону, данному Богом Моисею на горе Синай Появились особые люди Которых называли книжниками Они разъясняли народу постановление закона Один из таких книжников, священник Ездра За пять веков до Рождества Христова Составил список священных книг Дотоле разрозненные, книги образовали Единый канон священного писания Ветхого Завета Спустя несколько столетий Толкования и разъяснения к закону Стали столь многочисленны Что во много раз превзошли по объему Пятокнижия Моисеева Собрание этих комментариев Получило название Талмуда Толкования касались прежде всего Внешней, обрядовой стороны закона Сюда относились разъяснения О соблюдении субботнего поста О различении чистой и нечистой пищи О ритуальных омовениях Со временем в еврейском народе Выделился особый класс людей Стремившихся самым тщательным образом Выполнять эти постановления В соответствии с буквой закона Они называли себя фарисеями И прославились пламенным патриотизмом И ревностью в распространении истинной веры Партия фарисеев стояла в оппозиции К римской власти Не решаясь, однако, на открытый протест К моменту пришествия Мессии Религиозное рвение фарисеев Выродилось в высокомерие и ханжество Не случайно Господь в Евангелии Обличает их показное благочестие и лицемерие Сравнивая их с окрашенными гробами Которые снаружи кажутся красивыми А внутри полны костей мертвых И всякой нечистоты Следование фарисеев в букве закона Привело к тому, что они утратили понимание Духовного смысла Писаний Именно в религиозных школах фарисеев Был выпистован образ Мессии Как земного царя Который придет спасти еврейский народ От иноземных властителей Тогда, как в пророческих книгах Говорилось, что обещанный Богом избавитель Придет, чтобы пострадать за грехи людей Мессия будет не грозным и всесильным царем Но мучеником Страдания которого спасут людей от смерти Противоположностью фарисейству В Древней Палестине было другое религиозное течение Его последователи именовались Саддукеями В отличие от фарисеев Они не стремились выполнять все предписания закона И не придавали большого значения Точному исполнению обрядов Саддукеи отвергали бессмертие души И загробную жизнь Отрицали и посмертное воздаяние Такие взгляды позволяли им вести себя вольно С нравственной точки зрения Неудивительно, что к этому течению Принадлежали представители высших слоев общества Аристократическая верхушка Предала свой народ И пошла на соглашение с римскими властями Со временем из среды Саддукеев Даже стали избирать первосвященников Большинство из которых только позорили это высокое звание Другую крайность представляли собой зелоты Или ревнители Призывавшие к деятельному неповиновению властям Рима Зелоты зачастую становились подстрекателями восстаний Жестоко подавляемых римлянами Они призывали противиться переписи населения И не платить налогов в римскую казну Еще одно направление в духовной жизни Тогдашней Палестины Движение секты Есеев Не желая идти на соглашение С ненавистными завоевателями И отвергая мир Лежащий во зле Есеи удалялись в пустыню Они селились на западном побережье Мертвого моря И создавали там общины Есеи отвергали частную собственность Войну и торговлю Понимая все несовершенство буквального толкования закона Они обращали внимание прежде всего На духовный смысл писаний Есеи отказались от традиционных жертвоприношений Они считали, что праведность и добрые дела Наивысшая жертва Богу Главным правилом их жизни По свидетельству историков Была любовь к Богу Любовь к добродетели Любовь к человеку Однако о духовной жизни этих людей Нам известно мало Таковы были настроения в земле обетованной Накануне пришествия Спасителя Господь пришел на землю И открыл людям истинный смысл земного бытия Христос Христос не был царем И не призывал свергать ненавистных властителей Он не порвал с миром и не стал отшельником Спаситель показал, что истинная свобода человека Свобода от греха И такой свободой может обладать каждый Кто этого пожелает Господь есть дух А где дух господен Там свобода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok